Всем привет! Не так давно я уже сообщал вам горячую новость о том, что Биг Рами больше не будет тренироваться в Oxygen Gym, что он больше не состоит в команде Бада Рабудая, и многие из вас сказали, Андрей, а что это вообще за новость? Кого волнует, где он там тренируется? Отнюдь! Новая команда, значит новый тренер, значит новая форма для одного из лучших культуристов современности. С тех пор информации о будущем Биг Рами не появилось, сам атлет пока не комментировал свои планы, зато в этом выпуске я расскажу вам интересный факт о том, как менялся Биг Рами прямо на протяжении Олимпии, когда было принято решение о том, что он покинет команду, и самое главное, что Фил Хит готов помочь Биг Рами стать новым мистером Олимпии. С вами Андрей Луценко, это проект Geobi Channel, сейчас продолжим. Итак, Рами, который параллельно вовсю развивает свой бизнес по отлову рыбы и держит уже целых 4 судна, предстоит в скором времени найти нового тренера. Он уже не в команде из Кувейта, и по источникам, близким к ситуации, решение это было принято еще за неделю до Олимпии, а возможно и раньше. Кто был инициатором, неизвестно, ровно как и в какой атмосфере проходил финальный этап подготовки атлета к турниру, но на предварительном судействе Олимпии Рами явно был не в форме, весил около 140 килограммов или 310 фунтов и показал провальный результат. 36 баллов от судей и только седьмое место по итогам первого дня. Но уже к финалам Рами изменился значительно. В первых обзорах я не придал должного значения этому моменту, но теперь материалов в достатке, есть качественные снимки и видео из зала, и мы видим, что на второй день турнира атлет смотрелся иначе. По официальным данным, после предварительных сравнений он сбросил почти 11 килограммов, до 199,5 кило. Допускаю, что на самом деле разница могла быть меньше, но все же перепод весе, а конкретно в слитой воде, очевиден. Судьи это отметили и в финальный день Рами получил 27 баллов и по итогам дня занял пятое место, но по совокупности двух дней довольствовался только шестой позицией. Однозначно это провал для Биг Рами, но всему виной именно первый день, ведь в финальных сравнениях он был похож на себя в лучшие моменты своей карьеры. Но и это не максимум формы Рами, уверяют специалисты на Западе. Мила Шарчев, Шон Рэй, Крис Ацета, каждый из них твердит, что если бы Рами весил даже не 130, как в этот раз, а 125 кило, это бы проявило все его сильные стороны, и именно в таком весе он бы претендовал на титул. За несколько лет в кувите атлет на такие эксперименты так и не решился, возможно, с подачи Бада Рабудая, который хотел, чтобы Рами, как лицо его зала или бренда, был огромным и брал именно габаритами, но все это осталось в прошлом. Сейчас главный вопрос, кто теперь будет тренировать Биг Рами? За свою относительно короткую карьеру он уже успел сменить несколько наставников. Работал с Деннисом Джеймсом, Джорджем Фарро, консультировался с Крисом Ацета и не только, а вот с Ханни Рэмбадом пока еще не работал. И именно этого гуру, который в свое время вел Катлера, а в последние годы Хита и Буэндио, называют главным фаворитом на роль тренера для Рами. Мол, Хит все равно пропускает следующую Олимпию, а громкие имена в списке подопечных нужны, и египтянин отличный кандидат. Плюс тот же Дэйв Паломбо и Шон Рей сошлись во мнении, что эта Олимпия несколько выбила Рами из колеи, и лучший вариант для него, с учетом того, что он занял шестое место, и теперь ему все равно придется получать квалификацию на следующий год, это выступить на Арнольд Классик Вагайо и на сцене главного после Олимпии турнира показать, что он по-прежнему в обойме лучших атлетов. Слухи о том, что именно Рэмбот станет новым тренером Рами, породили в том числе и сториз Фила Хита, на которых он в обнимку с Рами после Олимпии и подпись «Большие планы в разработке». Сам Хит уже успел прокомментировать этот слух, что, мол, народ, вы не разобрались, это просто цитаты из моей любимой рэп-композиции, и не более. Но вот насчет самого Рами Хит высказался куда интереснее. Скажу так, если Рами окажется в моих местах, в Колорадо, я бы с радостью разместил его и помог ему. Мне он всегда казался большим плюшевым медведем. Он славный парень, который просто хочет стать чемпионом. Еще несколько лет назад за кулисами турнира я так и сказал ему «Я готов тебе помочь. Наша конкуренция делает лучше нас обоих», и он честно признал, что благодарен мне. Я понял это, потому что говорил он это искренне. Он отличный парень с хорошей семьей. Я готов ему помочь и желаю ему всего самого наилучшего». Учитывая то, что Хит собирается пропустить следующую Олимпию, то, что тренером Рами может стать Рэмбот, а помочь ему дельным советом может сам семикратный мистер Олимпия, это мощный козырь в рукаве египтянина. При таком раскладе именно Олимпия 2019 года это лучший для него момент. И даже в условии жесткой конкуренции со стороны Родена, Винклора и Бонака пришло время брать свое. Делитесь в комментариях мыслями об услышанном, ну а я продолжаю готовить для вас потериалы. Кому нравятся подобные выпуски? Естественно, ставьте лайк и обязательно подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Андрей Луценко, это проект Джиоби Ченнел. Не прощаюсь. И все. И ушел. В закат. Чувак, больше уже не до шуток. Все, серьезно. В закат. В закат. Все.